Вредные напитки под особым контролем. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают вести мариторинг качества, реализуемой в торговых сетях алкогольной продукции. О результатах проверок в нашем следующем сюжете. Встроенные ряды бутылок, яркие этикетки и громкие названия. В магазинах, специализирующихся на продаже алкоголя, сделано все, чтобы покупатель не только взял бутылку в руки, но и приобрел ее. И люди поддаются искушению. Так, по данным статистики, только за первое полугодие прошлого года в Мариел было продано более 256 тысяч декалитров алкоголя. И было зарегистрировано 183 случая острых отравлений алкогольной продукции. Из них 142 со смертельным исходом. Избавить тех, кто пьет от пагубной привычки, очень трудно. Но вот следить за качеством продукта вполне возможно. В 2020 году управлением по контролю за оборотом алкогольной продукции было проведено 122 проверки, из которых в 63 были обнаружены нарушения, что составляет более 50%. Наибольший удельный вес занимает такие нарушения, как продажа алкогольной продукции с истекшим сроком годности. В основном это пиво и пивные напитки. Также установлены были нарушения по контролю за условиями хранения винодельческой продукции и отсутствие товароспроводительной документации. В течение года было изъято из оборота 16 партий некачественной алкогольной продукции, общим объемом 70 литров, которая была уничтожена. К административной ответственности было приличено 27 нарушителей. Проверки продолжаются, как продолжается в МРИЛ и вакцинация от коронавируса. Мы напоминаем, что Роспотребнадзор рекомендует не употреблять алкоголь как минимум за две недели до прививки и 42 дня после нее. Срок воздержания от спиртных напитков перед вакцинацией от COVID-19 назвала глава ведомства Анна Попова.